всем доброго времени суток сегодня пробуем связать оснастку для хиробуны я здесь кое-что уже все приготовил ножницы леску леску буду вязать сегодня но сейчас посмотрю у меня есть вот два вида 1 вот фидерная вот такая вот кармарановская 02 тонущая и матчевая но 16 тоже темного цвета тоже тонущая так как хиробуни все-таки предпочтительны чтобы леска тонула ну наверное для наших карасей карпов у нас особо нет значит для наших карасей на работу использовать вот такую леску значит она у нас 016 2 9 килограмма на разрыв вроде как 150 метров думаю на сезон не хватит вот так вот нарезаться оснасток дальше у нас есть подготовленный вот такой вот органайзер поплавочки все дела и сейчас камеру переставлю и попробуем связать оснастку на хиробуну в том плане как я ее понимаю если может быть что-то где-то не так делаю пожалуйста подсказывайте комментариях будем вместе разбираться так это делается не так это делается может там там очень много всевозможных тонкостей да я еще скажем так не силен в этом деле ну тем не менее мне это интересно я буду дальше в этом плане так скажем развиваться и продвигаться ну что начнем для изготовления нас нас ки нам понадобится некоторые интересные вещи которые у меня хранятся вот такой коробочке которую у нас вот таком органайзере что это за органайзер я уже видео делал значит первое нам понадобится стопорки то есть какие стопорки здесь уже сами решайте стопорков видов много ну здесь один момент чтобы эти стопорки действительно стопорили вот такой вот коннектор это коннектор у нас для крепления поплавка здесь вертлюжок и вот такая вот резиновая штучка дальше нам понадобится вот такие вот втулочки сюда наматывается свинец у нас непосредственно сам свинец покупала его немножко раньше это вот такой листовой свинец я вот так вот отрезал полоски да и нимфы грузил ну тем не менее пригодилась и вертлюжки на крепление поводков ну у меня есть вот такие вот интересные штучки попробую сделать с ней потом я буду подробнее что это показывать тоже на ли брал но это я брал себе под канада то есть с одной стороны здесь у нас вертлюжок и с другой стороны вот такой крючочек то есть и резиновая такая основа мы сдвигаем одеваем сдвигаем крючку одеваем поводок обратно насаживаем и получается у нас с одной стороны вертлюжок с другой стороны такая закрытая петелька и на ней уже будут непосредственно висеть поводки как-то так теперь все ненужное мы убираем и начинаем непосредственно пробовать вязать оснастку первое что мы делаем из того что я видел из того что я понял это мы делаем петлю для крепления лески коннектору там одевается один стопорок для страховки как одевается стопорок надеюсь все знают то есть здесь есть проволочная петля мы туда леску вставляем и затем стопорок сдвигаем на леску вот он у нас на леске сидит достаточно плотно стопорок сдвинули и теперь на конце нашей лески мы вяжем петлю для крепления на коннектор удочки кто восьмерка вяжет кто как я вот так вот два три оборота делаю затем затягиваем перед окончательным затягиваем смачиваем все у нас получилось вот такая вот петля лишние отрезаем можно сделать побольше можно делать поменьше здесь кому как удобно петля у нас получилось и теперь на конце вот этой петли мы делаем еще одну маленькую делается для того чтобы нам удобно было затем смачиваем чтобы затем было удобно снимать с коннектора у нас получилось вот такая лесочка одна петля и маленькая петелька затем чтобы одеть на коннектор мы берем вот так вот раздвигаем но я потом как-нибудь покажу еще одеваем это дело на коннектор вот так и затягиваем затянули все никуда у нас ничего не делается для того чтобы снять мы берем вот эту маленькую петельку за нее тянем и у нас петля распускается все оснастка готова затем мы отмеряем я не буду сейчас отмеряем не определенное количество лески какой нам нужно на нашу удочку все это дело отрезаем все это вот конец нашей лески затем берем наши стопорки одеваем на леску один стопорок стопорки у меня маленькие для танаги брал вместо бусинок можно взять побольше одеваем второй стопорок все сдвигаем сдвигаем их вместе вот они у нас тут есть дальше берем наш коннектор и также вертлюжком одеваем его на леску затем берем стопорок берем второй стопорок берем второй стопорок также одеваем его на нашу леску все коннектор мы закрепили в этот коннектор затем сейчас возьмем поплавочек в этот коннектор затем мы будем крепить наши поплавки то есть вот сюда втыкается и все вот таким образом он у нас держится на леске одна точка крепления никуда он не дается за счет вертушка спокойно крутится и все у нас хорошо не нужно за поплавок нужен другой вытащили поставили другой но там уже меняем огрузку так с этим делом мы закончили теперь делаем следующее опять берем стопорок одеваем и затем за этим стопорком мы на леску одеваем вот такую вот пластиковую интересную втулочку на которой у нас будет непосредственно наматываться свинец так одели то есть вот она у нас тут есть и затем мы берем еще один стопорок и фиксируем на леске все у нас получается вот такая вот оснастка то есть два стопора коннектор еще два стопора стопор пластиковая втулка для свинца и еще один стопор и дальше наконец уже непосредственно самой оснастки мы вяжем либо вертлюжок либо вот такую вот интересную прибуду которую есть у меня привязываем тем узлом какой вам нравится и в котором вы уверены перед окончательным затягивание смачиваем я вот привязал клинчем все излишек убираем наша оснастка готово и так еще раз что мы здесь имеем мы имеем петлю на конце лески для крепления коннектору затем одеваем два стопорка коннектор для крепления поплавка еще два стопорка стопорок для крепления втулки под грузила втулка под грузила еще один стопорок и на конце либо вертлюжок либо заводное колечко либо такая вот интересная штучка как у меня еще раз попробую показать то есть смысл в чем вот этот резиновый уплотнитель мы сдвигаем у нас открывается крючок на крючок одеваем поводок обратно сдвигаем и все у нас получается все это дело закрыто и поводок уже с основной лески никуда не денется мы берем вот такую пластинку свинца и на эту втулочку аккуратненько и не спеша накручиваем чтобы у нас ровненько свинец мягкие достаточно все это хорошо накрутили теперь у нас получается огруженная затем в зависимости от нашего поплавка желательно конечно в каком-нибудь резервуар чеки водом это все дело у нас проверить мы закидываем светло от нас у нас не знают в банку ведро у кого что и смотрим как наш поплавок огружен затем если много свинца мы вот так вот разматываем размотали ненужное подрезали и уже смотрим как наш поплавок будет себя вести если много отрезали можем так размотать этот же отрезочек сюда вложить опять замотать а непосредственно самом водоеме уже чтобы смотреть как у нас огрузить наш поплавочек там уже регулируем до нужных нам параметров ну и вот в принципе сидя дома вечерком можно наделать себе готовых оснасток затем эти оснастки у нас наматываются вот на такой холдер ну в смысле мотовила да так я делал не так время покажет возможно какие то может быть там у кого-то будут пожелания комментарии ну тем не менее оснастка у нас получилось как она покажет все на воде будем уже смотреть непосредственно на рыбалке если кому-то это было полезно подписываемся на канал лайки дизлайки комментарии все как обычно всем пока